Еще одной темой еженедельного совещания у главы Чувашии стала ситуация, сложившаяся на одной из строительных позиций в столице. Речь о так называемом 14 микрорайоне в Чебоксарах. Подробнее далее. Эти фотографии сделаны пользователем портала «На связи» несколько дней назад, 5 апреля. Позиция номер 30 в 14 микрорайоне почти достроена. Только вот заселиться в дом жители должны были еще в конце прошлого года. Новоселье перенеслось на неопределенный срок из-за спора двух строительных организаций. Дело в том, что основной застройщик микрорайона ООО «Устро» часть дома строила сама, а для другой привлекла подрядчика – компанию «Премиум инжиниринг». Та, во-первых, не завершила большую часть своих работ, и, во-вторых, став участником долевого строительства, нарушила договор, еще не расплатившись с «Устро» и продала квартиры людям. Причем сделки не регистрировались в Росреестре. Таким образом, «Премиум инжиниринг» привлекла порядка 65 миллионов рублей. В итоге в подвешенном состоянии остались 41 квартира. Дольщики не увидели ни своего жилья, ни денег. В ноябре 2015 года ООО «Устро» подало иск в арбитражный суд Чувашской республики на расторжение договора о участии в долевом строительстве части неоплаченных как раз вот этих 41 квартиры. В настоящее время судебное разбирательство не завершено. Очередное заседание назначено на 13 апреля текущего года. Судебные органы будут выносить решение годами. Я хочу спросить, уверенность у вас есть с учетом высказываний, подтверждений подрядчиков, главного застройщика, городских властей, что люди не будут обмануты? С оттяжкой по сроку все получат соответствующее жилье. В принципе, премию инженеринга должны вернуть эти 65 миллионов за 41 квартиры «Устро». Далее рассматривали вопросы, чтобы были выполнены какие-то подрядные работы, чтобы закрыть эту ситуацию. Мы уже собирались буквально на прошлой неделе у меня, но, к сожалению, между двумя подрядчиками сегодня нет взаимопонимания. Достигнуть взаимопонимания не удалось и в зале заседания. Мы, в общем-то, признаем, что совершили ошибку. Ошибку в том, что, в общем-то, неправильно оценили сроки. Действительно, мы инвестировали деньги, не должны были этого делать в другие свои объекты, с которыми у нас, в общем-то, возникли сложности. Действительно, у нас есть 41 долевик, который, в общем-то, на сегодняшний день не получил квартиру. Но дело в том, что обманывать мы никого не собираемся и ищем пути решения. Премию инженеринга. Все знают, куда он деньги делал. И всем рассказывают, что он вложил деньги туда, вложил деньги сюда. Он может взять эти деньги и отдать нам. Сейчас Устро достраивает дом за свои средства при помощи нового подрядчика. Если руководство компании «Премиум инжиниринг» не придумает, как выкупить для людей их законные, оплаченные квадратные метры, этим, по-видимому, займутся правоохранительные органы. Ольга Пырычкина, Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.